привет мои дорогие любимые я рада вас видеть на моем канале мы часто в прямых эфирах с вами разговаривали на тему семейной психологии и я наконец-то решила записать отдельные видео теория это хорошо практика еще лучше и пришло письмо я хочу его разобрать вместе с вами но перед тем как я начну зачитывать очень большая просьба ваши комментарии важны и для меня и для подписчицы которая написала это письмо но пожалуйста пишите их корректно да мы все делаем ошибки в нашей жизни мы никто не ангел но начинаем здравствуйте юлечка вы говорили что можно у вас спрашивать я не знаю как вести себя с мужем мне 48 лет иногда работала иногда могла два-три года не работать двое детей у меня 24 лет 24 года и 23 закончили институт но у меня или усталость или апатия пока не хочу работать но муж как бы не настаивать но намекает и хочет чтобы я пошла на работу так чтобы побольше денег было не знаю как себя вести подскажите пожалуйста что делать не знаю может и правда идти и вы знаете ну в принципе нормальное письмо да и я бы сказала вы дома сидите это просто красота пойдите на фитнес пойдите косметологу на массаже апатия усталость как рукой снимет да то есть это легко почитайте что-то в интернете сейчас столько кружков открывается можно рисовать можно найти любимое занятие которое мы всегда откладывали потому что на работу бегали дети все сейчас дети выросли до свободного время куча можно заняться собой когда мы открываемся творчески но это вообще с детства должно быть и по всей жизни к сожалению у нас так не было у некоторых которые вышли советского союза скажем так и мы не открыли себя сейчас время открыть себя когда женщина что-то находит что она любит она по-другому смотрит на жизнь и она вдохновляет этим мужчину да она ему благодарна за то что он приносит деньги домой да то есть она может на все эти курсы ходить заниматься собой заниматься им готовить какие-то вкусные блюда да ожидать своего мужа с любовью поверьте пройдет вся усталость и апатия и самое главное правило которое вам хочу сказать благодарить каждое утро вы молитесь и в конце вы благодарите бога скажите мне нечего благодарить все плохо я мне ничего не хочется а вы подумайте у кого-то нет руки ноги да кто-то не видит кто-то не слышит у вас все это есть вы можете поверьте люди у которых чего-то нет они настолько благодарны богу за то что они хотя бы все остальное имеют то есть благодарить утром и вечером поверьте если сначала вы будете думать за что хотя бы пять пунктов и каждый раз новые пять пунктов у вас только она собирается что вы просто будете говорить спасибо что у меня такая жизнь но понимаете в чем дело и это всем я говорю есть апатия нет апатии хорошо все у вас или все плохо благодарить бога нужно всегда за то что у вас есть и она будет еще больше приходить но не с такой выгоды вот я сейчас поблагодарю и не больше лет нет нет у вас поменяется мышление так тяжело его поменять ну это это тяжело тяжелее чем накачать попу или там я не знаю пробежать дистанцию это тяжелее потому что это наша голова поэтому вот такое простое правило это ну легче ничего уже невозможно поблагодарить утром и вечером и вы знаете было бы уже как бы и закончилось в это письмо но я понимаю что что-то человек не договаривает и я и задала пару вопросов насколько вы в браке или работали вы раньше если дату столько сколько лет и дети а теперешнего мужа или потому что так назвали как-то мои дети не наши дети а магии поэтому у меня возникла такой вопрос и тут пошла правда матушка я браке 25 лет до работала иногда и на двух работах приходилось но не сильно долго но получалось как-то и денег все также не хватало да и он пока работала гулял с женщинами но приходилось терпеть двое детей идти некуда мы с родителями в то время переехали с таджикистана как беженцы в 90-х годах так что родители особо не могли помочь дети да и от него да от него даже когда дети подросли лет 15 было как-то сработал телефон пришла смс я прошла и вообще узнала что у него их было много даже знакомая женщина которая была родительницей мальчика который учился с моей дочерью вместе были на собрании приходила ко мне домой чай пила я даже и представить не могла что она так может поступить также ездил на вахту на север и там находил вообще как где работал там и находил после этого сильно переживала и как вы правильно говорите получила миому матки но раньше я не знала что так может быть собралась разводиться но стал вроде исправляться бросил пить гулять женщинами женщины в основном были все старше его ему сейчас 51 год а женщины лет на 75 старше его не знаю почему у него такой вкус но вроде стало все хорошо но даже его бывшая старше его семь лет взяла и купила квартиру в нашем доме и до сих пор здесь живет чтоб с ним наверное видится иногда я была в шоке от ее наглости я даже с ней ругалась но она сказала что есть здесь дали квартиру хотя я знаю что врет но он с ней вроде не встречается сейчас стесняется может детей особенно любит сына его можно сказать и побаивается прошло лет пять с того момента как помирились сейчас вроде не гуляет но какой-то вредный стал то ли думает ему все простили забыли опять стал наглей раньше когда был виноват про работу и не заикался но все равно работала сейчас я пока два года не работают дети институт закончили как-то хочется немного для себя пожить а мне кажется что он на это злиться но в открытую не говорит а знаете самое больное было когда одна из женщин сказала что ей он серьги подарил из жемчуга по тем деньгам это было дороговато а я все экономила в том числе и на себе а он и где-то нашел деньги и купил до сих пор обидно извините наверное много лишнего написала но у меня все это в голове подругам особенно стыдно рассказать хотя еще двоих знаю вместе работали такие же ситуации он они им все они изменяют мужчины своим женам а другим бабам покупают и деньги дают и подруги где тоже сильно переживают у одной даже ребенок на стороне родился а подруги видать так переживала вырезали матку по-женски вроде тоже простила живут ему 53 года сейчас а он же не заявил что них он теперь не хочет с ней спать выгнала сейчас она его дальше не знаю помириться или нет так что много таких настолько они гуляют а нам стыдно за таких мужиков и все они пашут не физически не то что там физически не то что там в офисе сидят а работают один через два дня так что все стесняются на эту тему говорить но еще и женщины наши безотказные знают что женаты а им пофигу они за свое счастье борются а что именно а что нам делать они говорят так что многие не знают как вести таких ситуациях нас правда не учили как себя вести с мужчинами как выбрать себе мужа в ссср мы только знаем что нужно работать а еще придешь дома все сделай с детьми займись еще и мужья если и придут то в основном еще и пьяные они устали с работы пришли вы знаете как с каждым предложением у меня просто волосы вставали дыбом понимаете да начинаем с того что когда вы начинаете встречаться это закладывается в фундамент вашей семьи может кто-то читал китайцы построили дом и он упал выяснилось что фундамента почти не было но то есть по сравнению с домом они его вырыли очень маленький вы что думаете кто-то обратно ставил этот дом как-то он держался или подпорки начали делать нет его разобрали его выбрасывать надо было и закладывать новый фундамент и по-новому строить то есть если если не было под долгих красивых ухаживаний это не то что и девочки надо вот просто чтобы он ходил и подарки дарил но мужчины так устроены чем больше мужчина вкладывается в женщину тем больше он ценит он ценит свои дивиденды он ценит свои вклады и когда чем дольше вы не спите с мужчиной он находясь возле вас он начинает привыкать к вам он начинает узнавать вас ваш характер ваше поведение он понимает ну понятно что вы ему сразу понравились естественно мужчина не будет ухаживать здесь ему женщина не нравится но она ему нравится только как переспать ну давайте назовем это своими словами переспать вот о самочка все воткнуться и побежать и вот если это воткнуться очень быстро происходит да фундамент не строится он не знает вас и самое хуже это даже то что вы испортили это мужчина не виноват у него природа такая заложено тогда мы и когда он находится возле вас он понимает что так она вот что-то что-то разозлилась на меня а вот это ей подарила и понравилось а тут она так сказала что это смешно понимаете он начинает привыкать и он начинает ценить не только то что есть у женщин отличие чем женщины отличаются от мужчин он начинает вас любить за ваш характер за ваш интеллект за ваше ведение жизни за ваш хохот понимаете он узнает человека а не просто объект сексуальный пошла если вы сходитесь на таком уровне да вот два свидания переспала потом обижаться что мужчина гуляет не надо потому что он не вот просто остался на этом уровне на самом низком уровне животном когда ты беременна так это ж не дает мы и жена надо идти куда-то искать что то что-то надо искать он не вырос он не перешел с первого класса во второй и он не перейдет потому что планку которую вы поставили для него все вы ему выдали об окончании школ диплом об окончании школы уже в первом классе потому что вы с ним переспали. Он думает, так, ну все же нормально, она же со мной переспала, я же красавчик, у меня диплом, зачем мне дальше учиться? И он будет бегать. То есть, это одна ошибка. Вторая ошибка, когда женщина выходит на работу, вы скажете, денег не хватает, дети маленькие, все такое. Вы поймите, когда Бог присылает детей, все дети приходят со своим капиталом. Да, вашему ребенку будет ни меньше, ни больше, ему вот отведено вот столько. И вы тут ни при чем. Если он должен в роскоши жить, поверьте, вашему мужу придет работа, на которой он будет очень шикарно зарабатывать. Если этому ребенку мало, он не получит больше. Ну не получит он больше. Потому что даже если вы выиграете миллион, вы его потеряете на второй день. Никак. Ребенок вот приходит со своим капитаном. И бояться, если уходить, что ребенку не хватит, не надо. Это самое большое, вот вы заблуждаетесь в этом. Это такая отмазочка, знаете, типа, ой, ну ты ж, потом ж искать кого-то, ну это ж, вроде бы ж, вроде и спит там иногда, и какие-то деньги приносит. Да пусть будет уже. Нельзя допускать. Даже если вы, ну вот получилось так, вышла замуж, не подумала, вы в любом случае не должны допускать недостойного поведения. Да, когда вы выходите на работу, что происходит? Женщина, она, конечно, устает, но она же не лошадь, правильно? Она не может работать 24 часа в сутки. Она пришла на работу, она пришла с работы, выжатая как лимон, что-то приготовила, как-то посмотрела с детьми уроки, а муж сидит в стороночке, знаете, он думает, а мне сегодня выделят вообще какое-то внимание, или я так, чисто деньги в дом приношу. А я женщину тоже понимаю, она то-то-то должна делать, кто за детьми, кто приготовит. А целый день у неё не было времени. Поэтому женщина сидит в доме, чтобы она за целый день приготовила, она убрала квартиру, она привела себя в порядок, она, дети пришли раньше домой, поговорила с ними. Понимаете? И когда муж пришёл домой, тогда она уделила ему внимание. Тогда, если он видит эту любовь с жены, поверьте, у него будет настоящая любовь к детям. Потому что у неё не будет вот этой ревности. Капец, я пришёл, я тут вообще никому не надо. Это с детьми, я сам разогрел, сел. Что происходит? Он начинает искать кого-то, кто даст ему эту любовь. Всё, это элементарно. То есть, даже если вы выстроили отношения, но потом вы забросили это, нельзя забрасывать. Кто сказал, что свадьба – это конечный результат? Нет, это только начало. То есть, вы выстроили фундамент, а дальше дом кто строить будет? То есть, вы поддерживать это должны. И ни в коем случае нельзя, когда родились дети, переносить всю любовь на детей, а забывать о муже. Вы меня спросите, если вот садятся все за стол, кому первому дать еду? Да, я тоже бы сказала детям, детям, они же маленькие, они же бусинки. Я тоже так думала? Нет, всегда первому дается мужу, потому что он глава семьи, а потом детям. Да, представляете, вы сейчас скажете, да, ты что, ты не любишь детей, я обожаю детей, но я вижу, что это работает. Я вижу людей, которые так делают, и я вижу, какое уважение идет в семье к папе и к маме, потому что папа тогда тоже уважает маму, у него нету этого. Блин, у него нету злости на детей, потому что он чувствует, что он хозяин в доме, его уважают, и он будет тоже любить настоящую любовь. Человек, который изменяет своей жене, он не может любить детей по-настоящему, не может. Бояться, ну, как написали, ну, возможно, любить. Это такое, знаете, пошел к любовнице, потискался, пришел и потискал ребенка. Тоже, знаете, такая вампирская любовь. Чего ты трогаешь, это ребенка, ты обидел только что его маму. То есть, ну, тоже, вы скажете, что все ошибка женщины? Да, ошибка женщины, потому что мы должны давать любовь мужчине. Для этого создана женщина, для того, чтобы вдохновлять мужчину. Он зарабатывает. Мы не лошади. Да, нас приучили, что я хорошая девочка, только если меня похвалили. А муж приходит с работы, и он, даже если мы вот дома, все приготовили, все, ну, да, он пришел там, все, поел, все. Он не может сказать спасибо. И вы не... Вот эта самооценка падает. Хотя, оценка женщины, она зависит от окружающих. Муж не похвалил, муж не сказал комплимент, и ты думаешь, слушайте, я вот это целый день стою возле плиты, как дура, выготавливаю, убираю все. А мне даже спасибо не сказали. Да я пойду на работу. Так мне хотя бы спасибо не скажут, так зарплату заплатят. То есть это тоже будет спасибо. И мы становимся кем? Мужчинами. Все. Мы забираем эту любовь, мы переносим всю нашу энергию в работу. А начальнику вообще на нас по барабану, как бы, фиолетово. Что надо сделать? Видите, что-то такое. Ну, поговорите с мужем. Я красива. Да. А что ты мне не сказал все? Ну, ты же красива и так знаешь. Нет, я хочу, чтобы ты мне сказал так. Да, мне так приятно. А я вкусно приготовила? Супер. А что ты мне не говоришь? Ты вкусно приготовила? А ты хочешь? То скажи мне, мне будет приятно. Понимаете, когда мужчина это говорит, тогда женщине приятно. И она не побежит ни на какую работу. И вообще не надо. Мужчина раз что-то подарил. Когда вы ему даете любовь, он становится щедрым. Женщина, которая не дает любовь, мужчина не будет щедрым. Ему не захочется это делать. Скажем так, пусть назовем подписчицу Фрося. Она просила имени не называть. А так будет общее. Ну, вот Фрося говорит, что он подарил какой-то женщине жемчуха этот. Но это значит, что женщина долго не давала. Он понимает так, что-то надо придумать. Как-то все он ей подарил. И дальше что? Он завоевал ее. Что дальше? Он побежал к другой, потому что он на этом уровне. Понимаете, первым животное, собачка, она бегает, опыляет тычинки. Потому что он не вырос. Ну, я вам так скажу. Есть мужчины, которые, ну, они больные на это дело. Вы должны это видеть во время встречаний, правильно? Как-то замечать. Если он не растет, если второе, третье, четвертое, поверьте, он на третьем уже от вас отвянет. Мужчины такие, если они видят, что вы ему не даете, он подумает, так, а что это я вообще напрягаюсь? Зачем? Я пойду он, не знаю, к другой Фроссе. И пусть идет. Пусть идет, чем потом он будет бегать по бабам, извините, и изменять вам. Оно вам надо? Нет. Пусть идет. Вам вы должны найти достойного мужчину, чтобы потом служить достойному вашему мужу, а не какому-то какашке, понимаете? Которая бегает, вот это все на свете, что видит. Еще одна ошибка, я уже не знаю, какая по счету. Вы узнали, что он изменяет. Это, подчеркиваю, это недостойное поведение. Что делает женщина, если мужчина проявляет недостойное поведение? Во-первых, она просто так мечет. То есть, вы не можете, ой, я с ним потом поговорю, он так сделал мне плохо. Нет. Вы говорите с ним сразу, и сразу готовите сервиз для разбития ему на голове. Я вам серьезно говорю, женщина должна быть всегда мягкая, пушистая, не предваряться. Вы реально такая должна быть, потому что вы любите своего мужа. Но, поверьте, если вот это, по-другому не назову, что-то натворило, то он должен понимать, что ему просто, просто мерва. То есть, там такой скандал должен быть, что еще три квартала должно слышать. У него так должно подогнуться коленки, что капец. Но это я говорю за какую-то такую, меньшую провину. За измену он шесть месяцев должен за вами лазить, чтобы вы извинили ему. То, что он выходит с дома с сумками, это понятно. Это даже не оговаривается. Или вы идете к маме, то есть, вы разъезжаетесь. Просто сглотнуть измену? Нет. У меня было отдельное видео про измену, я, наверное, подробнее там расскажу, потому что мы не закончили. Женщины не могут. Это самое большое недостойное поведение, которое может быть. и так, как я уже говорила, мы это сглотнули. Мужчина думает, она еще и узнала, она еще с моей любовницей там спорит, что я могу гулять. я вообще красавчик, у меня столько баб. А женщина, это все обида, 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 пожалуйста, миома, пожалуйста, вырезали женский орган. Куда дальше? А это идет разрушение. Я понимаю, что я должна отдельное видео записывать по каждой этой теме, потому что это долго. вот как именно реагировать, это все. Я вам честно, коротко скажу, ну, как бы я сделала, понятно, это ваше решение, вы должны подумать. Ну, на данном этапе я бы просто разошла с ним. Вы понимаете, что там в середине что сидит уже, там похоть такая, что, ну, человек явно не, ну, там, нормального человека уже нет. там дьявол сидит, я вам серьезно говорю, и вы возле такого человека отправляете себе жизнь. Научитесь жить по-новому. Вам всего-навсего 48 лет. Это вообще ни о чем. Вам еще жить столько же, что будете в этом одужить. Да, есть шанс, если вы разъедетесь, и он начнет извиняться, бегать. Возможно, вариант. Знаете, бывает, когда разъезжаешься, мужчина начинает ценить то, что потерял, и он меняется, он становится лучшим. Это тяжело, конечно, представить в 51 год, но все же шанс есть. Если он начнет возвращаться, ну, пусть полгода полазит, придумает, подарки, что-то еще. и если вы реально его простили, не так, он что думал, что я его простила? Конечно, он подумал, что вы его простили, потому что вы живете дальше, а как по-другому? Как можно жить и не простить? У мужчины это не вкладывается. Если он с этим мужиком не хочет разговаривать, он не будет с ним разговаривать, он не будет сцепливать зубы, ну, если это не начальник, понятно, если начальнику, ему некуда деваться. но так, в принципе, чувак, ты что, припух, ты мне деньги взял, мне отдал, если уговорить не буду еще красиво, пошел ты, ну, или побьет, ну, так, на это, на лучшем случае. Понятно, что он подумал, что вы его простили, а как по-другому? То есть, до свидания и живите в свое удовольствие. Придет, прибежит, чтобы просить прощения. Полгода, минимум. В вашем случае можно и год, чтобы он, ну, год он не будет, не то, что не будет, это уже не будет актуально. Вы должны за полгода понять, вы хотите вообще его назад принять? Или вы простили его натуре, вы забыли вот эти все обиды, забыли просто. Вы же знаете, как сказано, что если мы не можем забыть, мы не можем простить, нас Бог тоже не прощает за наше. Поверьте, женщина виновата в том, что она допустила эти его ошибки. Если бы она раз сделала скандал, так, чтобы ему захотелось повеситься, пойти, он бы больше не делал. Потому что второй раз, это последний. Если вы два раза допускаете, все, калитка открылась, все, вы, вы не можете сдержать своего слова, он больше не будет вас слушать. То есть, ну вот только такой вариант я предлагаю. Разъехаться со скандалом, естественно. Ну, только держите себя в руках, не надо калечить человека. Захочет вернуться? Вернется. Не захочет? Спасибо, что освободил место. Вы понимаете, пока возле вас мужчина, муж, другой вам не придет. Вам не придет это. Походите в церковь, помолитесь, покайтесь, то, что вы ему потакали. Вы понимаете, каждый раз, когда он изменял, вы ему допускали это. А мы, женщины, наша прямая обязанность, это делать мужчину лучше. Не тем, что ты уйди в носочки, ты шапочку взял. Нет. Этим мы их разрушаем. А вот именно что ты неправильно сделал, ты их просто лобом, понимаете? Ну, я фигурально, не надо брать лоб и в стол. Нет. Так, чтобы он понял. Не, солнышко, не. Так нельзя. Со мной так нельзя. И поверьте, он за один раз поймет, они понимают, они поймут, ну, до свидания, иди, кого-то другого мучь, оставь меня одну, для того, чтобы я нашла кого-то достойного. Вот это я могу коротко сказать, потому что я понимаю, что тут можно вообще на два часа разговаривать. Я, наверное, отдельные видео позаписываю по всем этим темам, потому что тут столько понятно. Ну, спасибо, если честно, огромное за это письмо, за ваш открытый рассказ, потому что, когда начинаешь теорию говорить, когда, ну, только расписались девочки, да, все, звезды, и они тоже, знаете, в розовых очках, и ладно, и это попустили, и это попустили, и теория не доходит. А когда ты видишь практику, ты понимаешь, ах, бах, худеть. Да, до такого можно дойти. Я надеюсь, что мой ответ, комментарий вам поможет в принятии решений. Конечно, это ваша жизнь, и вы должны решать. И я постараюсь записывать еще видео, для того, чтобы четче дать понять, как выстраивать отношения. Вы скажете, там и не надо уже, в принципе, надо. У вас есть дочь, у вас будут внуки, и вот если бабушка хорошая, которая расскажет своей внучке правильно, как начинать отношения с мальчиком, у сына будут дети, тоже, возможно, девочка, поверьте, вы такой вклад сделаете в судьбу ваших детей и внуков, что вам там засчитается. Потому что, ну, сейчас уже очень много таких грехов, да, потому что вы попустили это. Но, если вы, все мы начнем вот эту, перестраиваться и учить наших детей и внуков правильно жить, ну, этого блага, понимаете, этого блага. Спасибо, что вы на канале. Я жду ваших комментариев. Целую всех, обнимаю и люблю.